Кто написал пьесу «Вишнёвый сад» Чехов? Жень, вот казахи, вот я заметил такую тенденцию, что казахи, они, ну, они гениальны, правда. Вот я не встречал ни одного казаха, чтобы он был какой-то, ну, знаешь, вот ты с ним разговариваешь, и с ним не о чем поговорить, или он там глуповат, или что-то такое, вот. Я вас всех приветствую, дорогие телерадиослушатели, в эфире передача «Опросы за бабос». Я в Москве нахожусь, сегодня я ведущий. Это фотограф, как вас зовут? Юля. Юля, если хотите, можете себя прорекламировать, вас увидят 15 человек. Моя мама, тёща, свекра не смотрит. Классно, работаем сегодня, приходите все к нам. Куда к нам? Куда к нам? В Москву, все к нам приходите в Москву. Познакомьтесь, это жених, его зовут Марк. Как мы понимаем, Марк очень умный человек. Сегодня мы много узнали о том, что в два года он читал, он шёл по улице с дедушкой и прочитал слово «эксклюзивный». Училка? Эта училка была начальных классов? Нет, старших. С 9 по 11. А, с 9? Сказал, что... Ну, тоже сказал, что он умный. Короче, это умный человек. Это Ритуля, Ритусенька. Привет. Риту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-тунечка. Тутунечка. Сегодня невеста. Привет. Жека, привет. Ты будешь участвовать в вопросах? Или пускай Марк участвует в жаловах? Нет, я хочу участвовать в вопросах, я очень хочу. Пусть поочем. кто будет спонсором сегодняшнего мероприятия только не я не собираюсь сегодня спонсировать вашу свадьбу и так сегодня нервов намотал сегодня целый килограмм еще скидку они захотели потрепали мне нерв сегодня целый килограмм сказали что хреновый ведущий представляешь первый раз в жизни первый раз я уже третий раз провожу свадьбу сказали что ведущий говно волосатый тоже недоволен то пацан с бородой еще хочет скидку уид у кого есть бабки лишние ребят тысяч пять тысяч я готов все 500 рублей хотя 100 рублей они марар гонорар им им гонорар за что они будут отвечать на школьные вопросы если будут отвечать хорошо получит тысячу если хреново получит 500 рублей такие правила нынче ребрендинг раньше была передача вопроса за бабоса сейчас опросы за бабоса я предлагаю нам скинуться бабки будут бабки будут итак внимание вопрос отвечает только рита марк не подсказывает в каком году произошла октябрьская революция октябрьская революция что же у нас так подождите подсказки отменяются подсказывают только ведущий наглый противный никудышный ведущий только подсказывает подстригся кстати у меня были длинные волосы как у того бородатого хама который тусуется на вашей вечеринке так что но революция йог макарю ритусь давай девятьсот четырнадцатом году первая мировая я тоже учился на тройке хорошо в школе так но следующая знаменательная цифра 1916 год это знаменательное событие великая октябрьская революция помощь мужа 1917 год это так себе браво отвечает ритуся марк на подтанцовку как зовут главного героя романа преступление наказания подсказки отменяются никаких подсказок 1 1 1 кудрявый а можно коробки в луплю сегодня хотя да 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 клен зеленый лист резной а есть у клёна раскольников и это так себе похлопушки не ругайся матом нас смотрят дети такие гости достались сегодня на свадьбу так и работаем вот сегодня просто кайлом машем не покладая ручонок в каком году это не ответишь ты не ответишь подсказка потом будет от папы марка вот так смотрит а вот так смотрит на нас вот так смотрит 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 высохли легкие класс в каком году произошла битва при австерлице у 1800 я вижу ты соображаешь но подожди это лев толстой типа андрей балконский ты все знаешь лежал небо австерлица до 1812 12 это не то еще раньше же было раньше конечно там уже бородино там это все мороженое так ну давай 1880 короче хотя бы так это уже ура 1800 марк чего-то не знает наш гений чего-то не знаю какой позор какой 10 10 чтобы вы понимали марку не 16 лет а 26 это все это законный брак какой 10 10 10 слушай на самом деле так скажу тебе 1800 5 ну да и ладно а зачем это знать давайте вот об этом сначала поговорим даня вот тебе пригодится знание а в каком году при австерлице не конечно пригодится если к тебе подошел мужик и говорит есть 500 рублей ответишь получишь пятихаточку здравствуйте третий вопрос или четвертый какой орган человека вырабатывает желчь я присяду на жердочку помогите снохи какой орган человека вырабатывает желчь желчь кислоту ну я не знаю хорошо у вас есть ответ уже погуглили про нет мы уже узнать так он погуглил уже сказал ответ поджелудочная железа правильно был ответ печень это был как нож в печень да да ребят какая очень веселая передача эти вопросы были все спешены из передачи слабое звено а ребята по телевизору у нас что показывают только правду поэтому как я могу быть не уверен в правильности этих ответов и вопрос только правду ничего кроме правды естественно какая единица длины равна два запятая 54 сантиметра давайте я могу ошибиться правильно и на этой веселой ноте мы хлопаем в ладоши этой прекрасной паре марк и рита которые так себе отвечали на эти вопросы и даня за это вам заплатит 5000 рублей как и обещал это я про него говорю сегодня видно это вот этот парень он спонсор сегодняшний вечеринки всем по пятачку раскидаешь кто правильно ответил на вопрос сейчас будет следующее а я вот знаете вот когда вас увидел а ванаты братишка я извиняюсь я просто ко всем ко всем максимально уважительно вот а мне не надо вот мы когда кидали подушечки я я увидел тебя и понял что что это это что-то вот это что-то метафизическое понимаешь метафизическое вот правда вот какой-то connect был вот я я я не могу это объяснить словами то это ну вот 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 так брат у меня не было никакого конекта но все равно спасибо за я наверно ты не заметил просто да я я просто вот как зовут тебя брат вот скажи русла я-то знаешь да да руслан вот меня зовут да все в точку прямо конечно память у меня я запоминаю сразу же я общаюсь я я это я сразу за месяц этом я понял что ты хочешь поучаствовать в этой передаче опросы за бабос если не хочешь мы не будем этого делать брат слушай мне кажется мне кажется я вот не не похожу на какой-то эрудированных человек вот на самом деле выходишь ты похож на одели одели это парень который мой подписчик и один раз я в телеграме сделал кружок и говорю ребят я буду снимать там-то там-то приходите пришел один один пришел один 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 пришел это парень которому было на тот момент 20 лет сейчас ему 20 лет и он участвовал много раз моей передачи много-много раз и видосы с ним собрали много-много-много просмотров я писал умный казах казах против надо же хайпануть как-то понимаешь поэтому казахи против русских ну эти вот всякие словечки надо делать постоянно нужен какой-то знаешь вот какая-то фигня фигня потому что людям нужно вот чтобы их заинтриговали глупостью какой-то приходится глупости писать конфликт вот какой-то солдарение вот какие некоторые это понимают некоторые понимают это как-то по-другому но садилем было много этих видосов и в какой-то момент он он был очень умный он выигрывал всех и в какой-то момент он проиграл еще одно видео и он пропал из-за газ ушел трубки не берет адиль если ты меня слышишь брат я надеюсь ты жив-здоровый я хочу я хочу к делю тоже обратиться один салам алейкум брат молеку массово модель пожалуйста возвращайся правда но хотя бы черкани что ты живой здоровый он актер театра а он еще актер мне кажется он в кадре просто максимально органично вот вписывание фигня как бы просто казах просто умный казах и что казахи да я вот я я но слишком умный же как марк понимаешь жень вот казахи вот я заметил такую тенденцию казахи они ну они гениальны правда вот я я не встречал ни одного казаха чтобы он был какой-то ну знаешь вот ты с ним разговариваешь и с ним не о чем поговорить или он там глуповат или что-то такое вот каждый вот так ладно хватит ладно давай сыграем в эту игру быстренько и все только только без годов без годов в каком году началась первая мировая война это уже было сегодня 1914 1914 это правильный ответ какой умный казах руслан у нас я не знаю это вот пришло вот по наитию как будто кто написал повесть шинель шинель по-моему гоголь гоголь по моему дать ну-ка дай сюда я не знаю как где дэнчик дэнчик готовит готовь пятачок благословление какое-то с неба я знаю как это еще без ты молодец кто был первым президентом сша это как добрый день войне не кажется мне кажется я не вспомню по-моему это был тоже ваша я вот я и вот мечусь между линкольном и вашингтоном ну рядом рядом мне кажется это все-таки вашингтон да все тут бесспорно ты бесспорно гений она на долларе да 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 все я думаю на этом пора завязывать я выиграл да и выиграл благодарю справа это прикосновение обнимание обязательно спасибо тебе большое ты сделал наше сегодняшнее видео я я обожаю казахов если вы смотрите и на обложку там умный глупый там казах русский там там такой сякой американцы там гонконг там япония не берите слишком много не надумывайте себе ребят друзья мне мне что-то вот вот что-то какое-то на пришло благословление я я не знаю я слышал голос в голове вот буквально вот ладно все все да очень замученное состояние москва в днх только что мы ушли с с алексеем он сейчас оператор был до этого диджеем я был ведущим на свадьбе только что мы ушли оттуда ну такое состояние такое прям вот такое скоро идти нужно на вокзал уезжать отсюда чуть не подрались с этим с участником мероприятия с гостем иван там что-то ему не понравилось но я себя веду конечно отвратительно для всех как вы знаете не будешь этим вот этим вот сладким пирожком понимаете кому-то нравится кому-то не нравится вы знаете спи моя красавица я по глазам вижу что этот человек смотрит мой телеграм-канал мои кругляшки и пришел именно ко мне да именно к вам брат мне так тебя не хватало пипец я рад тебя видеть ты единственный кто пришел а как тебя зовут андрей андрюха ты казах нет киргиз нет якут нет японец нет корейся немножко себе расскажи вообще сколько тебе лет шестнадцать полных лет на за экзамену час лето каникулы отдыхаю это 10 класс в 10 перехожу буду дальше готовиться уже к егэ к экзаменам кто написал пьесу вишневый сад чехов в городе энгельс есть памятник на скамейке сидит юрий гагарин а рядом с ним какие у тебя ассоциации с юрием гагарин ассоциации связаны с какими еще личностями космоса королева королев это превосходная брала а здесь на водных а можно снимать вообще я думаю просто идет охранник не он не знаю нас в питере куда ни плюнь везде нельзя ничего снимать какой город столица итальянской области так тоскана хотел сказать таксана потом раксана надеюсь я ошибку не сделал таксана это сложный вопрос да лёш так на меня смотрит я что-то не то сказал верно тоскана слава богу далее вопрос не из легких да я вообще не понял вопроса какой город столица итальянской области тоскана то есть тоскана это просто название области получая да только а это подсказка он в подсказку как по-английски цветы flower флоренция с с в каком океане находятся соломоновые острова спокойно 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 но океанов сколько если я говорю спокойно значит надо успокоиться нет это витиева т.с. с подсказка здесь океан еле на ногах стою с утра ведете свадьбу с 12 с 11 в 5 утра встал на сапсан сегодня была самая тяжелая сложная свадьба в моей жизни клянусь клянусь хороший кейс для меня это хороший кейс ну надеюсь всем все понравилось ну а надеюсь вы хорошо его на его его хотел меня убить вообще в конце мероприятия как зовут главного героя пьесы максима горького на дне не читал так ну попробую гадать амур чувствуешь какой звук издается четкие прям как будто бы в натуре этом кого-то лук есть у меня утол лук есть сама лук есть а лук есть а лук есть а лук есть а лук я лука 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 что еще раз лука правильный ответ гениально бесподобная души раздирающий быть по-другому не может я поздравляю тебя не так стыдно не так стыдно как думаешь за что за то что просто таки с андрей за то что вопроса с андрей чего стыдиться с первого раза запомнил имя андрея да передаю привет всем передаю привет бабушке своей любимой всем родным до знакомым приятелям ну рад что поучаствовал передачи давно смотрю видео на канале вот эту рубрику вопросы за бабосы очень рад что поучаствовал очень продолжает ну вопросы в этот раз были сложные сложнее горит сегодня за пешку получил хочу я обещал сколько там тысячи темпа ритм не теряет на не виду я просто никакие свадьбы или программы так не могу все братское сердечко это себе поздравляю тебя с прошедшим днем рождения с пасхой с айран байран вот это все вот эти праздники а кстати ты не подскажешь который час 19 48 король и шут на 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 скале ты я был и ты меня не ожидала как видишь я тоже в материале все я считаю что мы с тобой нормально отработали да прекрасно прекрасно еще раз прикосновения спасибо братишка что ты пришел идет милиция идет милиция в целом у меня все законно собой ничего запрещенного нету в крови тоже уже как три месяца вообще по нуля смотри стоит прямо около нас лёша лёша а вы не хотели бы поучаствовать в передаче ну ладно а может быть вы хотели спасибо да не слушайте его этого не хочет так мы не будем мы будем сидеть просто сидеть я вас понимаю я вас понимаю ребята вырубай шарма будем отдыхать морально сейчас итак дорогие друзья на этой великолепной ноте наверное мы закончим эту передачу сегодняшний такой насыщенный перенасыщенный немножечко не до насыщенный выпуск пишите лайки ставьте комментарии обязательно не забывайте все делать если вы не подписаны на этот канал ну чё вам стоит просто взять и подписаться чем стоит если у вас свадьба какая-нибудь и вы думаете хочется какого-то странного ведущего который может испортить вам праздник пишите пишите на почту я обязательно проведу вам эту свадьбу такса у меня было 50 тысяч рублей я думаю маловато маловато 70 теперь будет 70 тысяч рублей только за 70 косарей я готов уделить внимание вашему мероприятию вот вот наверное все все спасибо большое тебе алексей за то что ты сегодня съездил со мной в москву и все это поделал телеграм подписывайтесь не забываем алексея скоро выйдет на канале шоу наше совместное если она уже есть она будет в описании если его нету то нихрена вы не увидите ничего в описании обычные люди ходят по москве вот серьезно обычные люди обычно хочется выцепить кого-то такого какого-то такого нестандартного человечка понимаете там я не знаю там какую-нибудь даму без бюстгальтера чтобы ты идет штыри торчали вот в обе стороны понимаете их нибудь статуированных непонятных чуваков понимаете с волосищами во рту с тремя вещами а здесь обычные люди провинциалы что тут сказать до свидания